я выставил ролик что мы сходили с внуком в кино внук меня сводил в кино говорит пойдем там сказка такая про животных у добрый хорош такая сказка вот я честно говоря и порадовался да ему вроде было приятно сходить в такое доброе кино но кто-то там под роликом написал кто мир возлюбил тот бога оставил что ли вот в таком духе но там есть такая фраза какая то я конечно удалил этот комментарий нечего людей раздражать но для сам но сам для себя задумался над этой темой а что значит мир возлюбил и бога оставил когда господь говорит что как раз не любя тех кто в миру то есть не спасая их не помогаем ни каким-то образом значит не участвовать в их жизни ты же никак не спасешься нет есть какие-то там формы что аскетически надо уединиться там значит начинать питаться как-то по-другому ни с кем не встречаться телевизор выключить телефон забросить и что а там кого нужно любить когда вот ты в одиночество ушел себя надо начинать о себе заботиться как подольше прожить на какое питание себе подобрать чтобы подольше прожить и все остальное а для к чего или точнее для кого тебе жизнь подарена для того чтобы ты значит свечу под кровать засунул нет нет поэтому здесь вопрос конечно тонкий что значит возлюбить мир и потерять бога или все-таки найти бога и не любить мира может ли быть такое и я отвечу однозначно что нет есть другой позиции что вот без бога мне кажется любить мир сложно потому что вот божественная форма отношений с миром она дает более углубленные и более обобщенные отношения к этому миру когда ты не какие-то отдельные детали любишь вот в виде ресторана кино театра значит и всех остальных значит у мирских мирских каких-то значит как элементов этого мира а когда в целом этот мир любишь в том числе и с желанием чтобы люди хорошо питались хорошо там одевали чтобы счастливы были люди кстати у нас ведь долгое время было не только аскетическая форма служения господу но и наоборот сиборитство такое вот присутствует что как раз ешь пьешь хорошо живешь показываешь как хорошо живешь пищу имеешь божественную хорошую это тоже форма служения религиозного было кстати сейчас очень часто сочетают особенно чем выше там епископ и так далее вот я мало видел епископов которые ну вот так вот уж уходит куда-то в одиночество где-то значит смиряются там аскетичные все да нельзя а те которые сидят на перу так скажем на агавии те которые значит умеют хорошо поесть попить вот они встречаются и что они таким образом мир возлюбили они что плохие от этого стали что они вот такое значит а то еще и вызовут детские ансамбли перед ними выступает но вы сами знаете сами знаете поэтому мне это кажется в данном случае осуждение тех кто в миру да еще такое огульная что я подписывался быть монахом в пустыне живущим и оттуда вещающим как хорошо в этом мире жить и как должны все хорошо жить так нет я все таки стараюсь быть нормальным человеком вот и показывать как нормальному человеку вот это церковное или духовное воспринимать и использовать это что я с внуком сходил в кино я считаю это духовную функция мы с ним посидели вместе посмеялись посмотрели на реакцию увидели кто на что реагирует кому что интересно показали друг другу вот я как минимум показал какие элементы мне особенно важны и понравилось ведь раньше воспитание детей через сказку было практически основным детям долги многие столетия значит веками были неграмотные никто их в школу никакие не не посылал и вот сказки это жития святых которые тоже наполнены некими такими фантастическими и другими элементами они как раз и воспитывали детей и воспитывали через реакции поведение взрослого когда все это читается происходит или еще что у нас точно также с вами сейчас мы просто перешли на другие формы информации и мы не рассказываем сказку а смотрим эту сказку но реакции взрослого и отношения с детьми они могут быть в это время духовными потому что таким образом вы показываете просто выбирайте на что сходить я вам скажу что даже такой небольшой фильм конечно меня выбил маленечко из дух как-то все расположилась у меня сегодня такой странный был ночи сны какие такие странные и это вот все влияние его той суеты и суматохи которые в москве он встретил и побывал но она есть и она и будет я не думаю что когда-то вот так вдруг случится и лучше бы не случилось потому что понятно что вот это все вдруг прекратится начнется аскетика значит начнется регулирование питания и все же если наступит беда либо война либо вот этот вирус пожалуйста с этим вирусом все по щелям сразу разбежались питание расхватали не все все сразу все воспитаны сидят не выходят вот лучше бы уж у нас было все хорошо и мы могли радостно и и счастливо все жить все спасибо всем за внимание но ведь не спишь притворяешься хвоста на хвостах здоровья всем радости аминь